В эту ночь Всевышний Аллах возложил на эту умму пятикратный намаз. Пророк, саляму, рассказывает, вот Ибрагим, алейиссалям, он сидел прислонившись к небесной Каабе, Байт-эль-Мамур называется, и туда, говорят, каждый день заходило 70 тысяч ангелов, и они оттуда больше, говорят, обратно даже не выходили. Вот, когда Всевышний Аллах возложил на эту умму 50 намазов, когда он возвращался обратно, дошел до шестого неба, Мусс, алейиссалям, который находился на шестом небе, ему говорит, моя умма была более крепкой физически, чем твоя умма. Она, говорит, не вынесла то, что Аллах на нее возложил. Лучше, говорит, вернись обратно, попроси Аллаха, чтобы Аллах уменьшил количество ракатов. Ну вот, сейчас, например, 24 часов в сутки, если, к примеру, взять, у нас бывает 5 намазов в день, между каждым намазом 2-3 часа бывает. И то люди умудряются пропустить намаз, ссылаясь на то, что там работа сложная, кому-то сложно вставать на утренном намазе и так далее. А вот если бы было 50 намазов, это получается, что человек должен был в течение сутки, и ночью, и днем, ну, в течение каждых полчаса он должен был совершать намаз. Ночью должен был он встать, там, разу 20, к примеру. Было бы сложно. И Торок, саллиллау алейху ассалям, возвращается ко Всевышнему, просит у Аллаха, чтобы Аллах уменьшил, и Аллах уменьшил на 5 намазов. И вот так вот он возвращался обратно к Мусе, алейху ассалям, Мусе, алейху ассалям, говорил, и это, говорит, твоя ума не сможет вынести. Вернись, говорит, ко Всевышнему, попроси Аллаха, чтобы Аллах уменьшил. Он обратно, и вот так вот Всевышний Аллах каждый раз, когда Пророк, саллиллау алейху ассалям, приходил, уменьшал, и так дошло до 5 намазов, и Мусе, алейху ассалям, говорит, даже это, говорит, твоя ума не сможет сделать. Вернись, говорит, попроси Аллаха, чтобы это тоже Аллах уменьшил. И тогда пророк сказал, что мне уже стыдно возвращаться. И несмотря на это, Всевышний Аллах за каждый намаз нам дает вознаграждение, как будто мы 10 намазов совершили. Вот 5 намазов, а вознаграждение 50 намазов.